В музее боевой и трудовой славы прошло открытие новой выставки. Называется она «Героиня крылатой гвардии». Экспозиция посвящена столетию со дня рождения легендарной саратовской лётчицы Раисы Ароновой. Свои детские и юношеские годы она провела в Саратове. В основе выставки материал из фондов нашего музея. И в то же время мы сотрудничали со школьным музеем. Как мне покажется многим удивительно, но порой в школьных музеях хранятся удивительные подлинные предметы. Раисе Ермолаевне уже нет много лет. В 1982 году она ушла из жизни. Но до сих пор мы храним память о нашей землячке. В фондах нашего музея хранятся подлинные фотографии. На выставке можно увидеть личные вещи, лётчицы и медали. Все они были собраны сотрудниками музея, а также переданы в фонды лично Раисой Ароновой. Как, к примеру, платье она отдала его в музей в 70-е годы. Также на выставке есть личные фотографии. На них Раиса Аронова изображена во время учебы в Саратовском институте механизации сельского хозяйства. Есть фотографии из фронтовых действий. Помимо этого можно увидеть одну из книг воспоминаний лётчицы. Называется она «Ночные ведьмы». К столетию со дня рождения Раисы Ермолаевны Ароновой проводится всероссийская акция «На крыльях Родины». В рамках акции «На крыльях Родины» участники должны выкладывать фотографии, связанные с памятными местами, с местами, названными именами лётчиц женских авиационных полков, именем Раисы Ермолаевны Ароновой в том числе. И в рамках акции проводится ещё и фотоконкурс в социальных сетях, где участвуют фотографии, на которых изображены участники акции в образах лётчиц женских авиационных полков. Всего отважная лётчица за годы войны совершила 941. Боевой вылет сбросила 120 тонн бомб, уничтожила объекты с боеприпасами и переправы. В мае 1946 года Раисе Ароновой было присвоено звание Герой Советского Союза. Анна Заболуева, Роман Шельдяев, Саратов, 24.